Приветствую, уважаемые натуралисты, с вами канал Zoo. Мы собираем большую видео энциклопедию обо всех животных планеты. Любите природу вместе с нами, подписывайтесь и поехали. Сегодня поговорим с вами о кошачьем пацанчике, в прикиде за несколько миллионов долларов. Да-да, речь пойдет о леопарде, только не о простом, а о дальневосточном, он же амурский леопард, или амурский барс, или восточный сибирский леопард, или устаревший манджурский леопард. Начнем с козырей. Чем это он отличается от других леопардов? Ну, хотя бы тем, что эту киску не найти там, где вам вздумается. Во-первых, он очень скрытный, ибо пятнистая шкурка дорога ему самому. Во-вторых, их осталось очень мало. Нет, вы не поняли, очень мало. По данным 2017 года в дикой природе в России сохранилось восемьдесят семь особей на территории национального парка «Земля леопарда» и от восьми до двенадцати в Китае. Национальный парк «Земля леопарда» стал еще больше. Его территория увеличилась на семь тысяч гектаров. Теперь заповедник включает в себя участок на полуострове Гамова — лесные массивы, где леопарды смогут чаще охотиться и выгуливать потомство. Национальный парк на юге Приморья был создан семь лет назад. Тогда дальневосточные леопарды были на грани исчезновения. С тех пор краснокнижная популяция увеличилась в три раза — до 115 особей. Теперь задача — не только сохранить редких животных, но и помочь им освоить новые территории. Местные зоологи надеются, что в 2020 количество этих хищников достигнет полутора сотен. На данный момент это самая редкая кошка на планете. В России-матушке это пятнистое недоразумение как раз есть. Найти, а скорее не найти, его можно на самом юге Приморского края. Также он водится в маленьком кусочке Китая и Северной Кореи. Найти дальневосточного леопарда сложно, но вы всегда можете полюбоваться этим красавчиком в московском зоопарке. Пятнистый кошак облюбовал Россию не просто так. Он остался жить в Приморье, потому что эту местность не зацепила последним глобальным оледенением. Это позволило кискам выжить, а впоследствии и приспособиться. Что же есть в арсенале у этого красавчика? Здоровенные плюшевые лапти с острыми, как жгучий перец, коготками. С их помощью леопард с легкостью скачет по соснам и дубам в случае опасности. Так что если вы будете гулять по Приморскому лесу и увидите этого большого котика на верхушке дерева, то вас не глючит. Так и должно быть. Модный прикид дальневосточного леопарда тоже заслуживает внимания. Если девчонки надевают вещи с леопардовым принтом, чтобы выделиться, то нашим пушистым краснокнижникам он нужен, чтобы получше мимикрировать с окружающей природой. Его мех более оранжевый, чем у его братишек из Африки или Ази. А зимой он бледно-желтый, поэтому заметить его практически невозможно, так как это идеально подходит под опавшую или чахлую листву. Кстати, у каждой киски принт шкуры индивидуальный. Пятна, как и отпечатки пальцев у людей, никогда не повторяются. Мех животинки практичный и теплый. Подшерсток на толстой кошачьей пузяке не дает снегу добраться до тушки этой пятнистой неженки. Кстати, вы думали, я шутила насчет маскировки? Попробуйте найти дальневосточного леопарда на этом фото. Он здесь точно есть. Пишите в комментариях, если вы его нашли или не нашли. Женщина с характером. Так про леопарда Фелицию говорят в Самарском зоопарке. Появление людей с камерами большую кошку не обрадовало. Во время съемок, защищая свое потомство, хищница пыталась закрыть новорожденных котят собой. В целом, длина тела нашего дальневосточного гостя составляет от 107 до 136 см, вес самцов до 50 кг, самок до 42,5 кг. Пятнистый отшельник ненавидит контактировать с другими животинами, в особенности с воронами. Эти крикливые птицы преследуют бедолагу, куда бы он ни шел. Нет, они не пытаются втюхать ему новую коллекцию косметики Эрифлейм. Они просто воруют его еду. Более того, эта шайка оборзевших коллекторов мешает нашему дружочку-пирожочку охотиться. Своим ором пернатые засранки оповещают о приближении хищника весь гребаный лес. Жизнь вообще смеется леопарду в лицо. Казалось бы, амурский тигр, который также обосновался на территории Приморья, — такой же тропический кот. Но волосатый имеет свой гурманский взгляд на взаимоотношения с собратом. К леопарду амурский тигр относится как к сыру косички. Наша несчастная кошара только и успевает забираться от тигров на деревья и в скалы, чтобы не стать для них закуской. Однако чаще получается, что амурский тигр, который вдвое тяжелее леопарда, просто-напросто отбирает у нашего героя добычу. Тигр, кстати, не главная угроза для популяции дальневосточного леопарда. Больше всего большой кошки досаждает человек, а именно браконьеры, потому что его шкура стоит просто неимоверное количество грязных кровавых долларов. Как вы могли понять, отдыхать наш герой предпочитает в гордом одиночестве. Большую часть времени отшельник проводит на скалах, откуда неплохо просматриваются полосатые гопники, амурские тигры, люди и потенциальная еда. К слову, эта ленивая задница не будет бегать как гепард за призрачной надеждой на перекус. Заныкавшись в засаде, леопард будет долго выжидать свою жертву. Как только та потеряет бдительность, наш кошак пропишет пару колотых в шею. Если охота не задалась, то леопард решает, что не так уж ему и нужен был этот обед. Дальневосточный леопард наиболее активен преимущественно за 1-2 часа до заката и в первую половину ночи. Зимой в пасмурную погоду может охотиться и днем. На охоту выходит всегда в одиночку, только самки охотятся вместе с подросшими котятами. Охоту ведет на земле, используя, как и другие виды больших кошек. Два основных приема охоты — подкрадывание к добыче и ожидание ее в засаде. В меню пятнистой киски входят олени, кабарго, косули и иногда слабые или мелкие кабаны. Вместо аскорбинок употребляют лягушек и мшей. Если охотник еще более-менее, то вот родители этой киски, откровенно говоря, фиговые. Леопарды размножаются крайне медленно. В 80% случаев самки рождают 1-2 детенышей, а беременность может происходить 1 раз в 3 года, а количества способных к размножению самок мало. С мамкой ребельня будет жить до года, а порой и до 2 лет, если доживут, конечно. Ведь ненасытная самка может запросто бросить своих детей, как только на горизонте замаячит новый леопардовый мужчинка. Ну а пока мамка не утолит свои нимфоманские потребности, котята сами ищут себе еду. Бывает, что самочка уходит в загул с головой и вовсе забывает о своих отпрысках. А еще при нехватке пищи мамзель в первую очередь ест сама, а потом уже даст объедки детям. Самцам же очень важно иметь свою собственную огромную территорию в десятки квадратных километров. Чем больше твоя территория, тем чаще она пересекается с владениями самок, чьи территории поменьше. В результате успешный парень леопард может иметь целый гарем прекрасных дам, однако право на владение такими участками нужно постоянно отстаивать в стычках с конкурентами. Кстати, одной из особенностей дальневосточного леопарда является то, что он крайне редко нападает на домашний скот. В районах, где одновременно обитают леопарды и тигры, последние атакуют домашний скот гораздо чаще. При этом дальневосточный леопард часто охотится на домашних собак, и далеко не все нападения связаны с охотой. Часто он атакует собак в случаях, когда у него нет выбора. Например, при браконьерской охоте на него, когда браконьеры регулярно используют собак, часто преследующих леопарда или просто случайно оказывающихся рядом с ним. Можно еще долго говорить об этом прекрасном кошаре, но самое основное мы уже узнали. Будем верить и надеяться, что 90 оставшихся особей смогут возродить популяцию такой шикарной кошки. Спасибо, что посмотрели это видео. С вами был канал Животных Zoo. Мы собираем большую видео энциклопедию про все виды животных планеты. Любите природу вместе с нами. Мы будем очень благодарны вам за посильную материальную поддержку для развития канала. Ссылка в описании. До скорых встреч. Субтитры сделал DimaTorzok ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА Ü 트림 ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА Субтитры сделал DimaTorzok